всем любителям моего канала здравствуйте здравствуйте дамы и господа баронеты и баронессы решил сделать такое небольшое видео способствовало это покупки способствовало это видео то что я купила бы такое приспособление для кистей это но на него заглядывался и тут она смотрю за 1 евро продается было она вообще за 5 ничего себе сейчас мы откроем и посмотрим это у нас держатель для кистей но знаете если вам даже не понравится как держатель для кистей ему можно потом использовать для как держатель для тверок для карандашей или еще каких-то средств ну тут все запаяны и открывая его при вас а потом я покажу то что еще я покупала для кисти она кстати знаете ну такой тяжеленькая интересно разбирается нет да на кстати можно открыть эти вот она открыть и почистить ночью замечательно такое вот она в принципе хорошо сделано когда нам так вот рука держится она тяжело значит она будет я надеюсь не падать так в общем и такое приспособление купила для кистей давайте посмотрим как это все будет смотреться если не кисти кстати надо помыть моя любимая кисть сейчас можно ли найти или нет это написано что бельгии знаете такие стачки летные ружи ну 12 точно подождите лет 15 точно ничего с ним происходит в принципе я в видео вам показывал вот видите видите ну так вот кстати у нас сегодня понедельник и день луны поэтому нам не минус кстати пришел на мне вот видите ну так неплохо вставляется вот вот о в общем коллекция кистей вся в сборе это не все мои кисти так в общем поняли вы принцип удержание у власти кистей вот так все это смотрится вытаскивается в общем держится нормально все и в принципе сюда можно вложить разного уровня то есть толщины кисти вот в общем такая вещь далее что у нас под по кистям это тоже от этой фирмы кстати ведь она розовая по моему вам показывал это у нас для мытья кистей вот такое приспособление вот так она надевается на руки и как вы моете что еще у меня есть по поводу кистей какие при бомбасы на это у меня очень давно куплено мыло я и мою такой на упаковке я его показывала вам прекрасно мыло для кистей немецкого производителя барбара хоффман покупала я в дугласе насколько я помню знаете это видео прикреплю наверное знаете куда есть у меня по моему тени плейлист тени я туда прикреплю это видео кому интересно будете просматривать наверняка увидите про это мысль мыло что-то я разучилась разговаривать а вот это бренд барбара хоффман она выпускает кисти вниз свой сайт средства для мытья кистей недорогие кстати кисти так думаю что это наверно делается все в германии поэтому дорого ну типа от детей держите подальше вот пахнет она вкусно так вот такое мыло далее это тоже видите для кистей но так как она у меня уже давно есть еще полно сейчас не продают но это у нас для кистей для помывки кистей сейчас я вам покажу как она действует принципе в принципе уже нам показывала дело в том что не надо как бы мыть кисть а вот просто на нее наносите и вот так вот она дает пигмент проще мыть не надо так вот она и срабатывает очень берете какую тряпочку я в этом случае беру видите свою кисть вот так вот провожу и видите пигмента дается кисть таким образом очищается и дезинфицируется ну состав тут специально для кистей просто некоторые там шампунями какими-то моет или что тут я не знаю мне этот продукт очень нравился он по-моему 10 евро стоит насколько я знаю продают не продают я не знаю я его давно покупала видите пользуюсь надолго мне хватает вот давайте если вы хотите почистим еще вот кисточку это у меня просто красная красный колпачок чтобы не спутать с чем-то другим кисточки у меня недорогие от эссенс или от катрис по скидкам куплены поэтому тем более это синтетическая вот это кстати у меня из натурального ворса тут большой был огромный аппликата в принципе вот такого вида бы купила кисть но что-то не могу найти эту фирму классная фирма все сделано на совесть так давайте вот эту еще проденефицируем тут у меня просто хайлайтер но все равно видите отдает какую-то наверное пыль и грязь но все равно видите что оно это почему-то такое средство хорошо потому что если вы моете водой то у вас может клей тут испортить кисть а это вот такого способа как бы более сухого очистителя далее что у меня еще есть я еще этим средством не пользовалась но вот еще есть космания покупала в тыками x и значит как делается тут написано что нужно промывать водой потом типа видите почему вот это у меня закончится я сюда перелью вот это средство сюда другое потому что здесь было сломано поэтому это было дешево вам за 1 евро покупала так то он вообще стоит ты комикс 6 евро вот две упаковки не таких вы значит берете там типа написано что вот смачиваете пупой значит кисть вводите так вот грязь смываете потом промываете водой вот способ значит как мыть так что имейте ввиду вот вот такое мое видео всем до свидания вот смотрите такие ну это вообще за четверт по моему за 10 копеек или за 50 центов купила ну что-то там дешево продавали пользовалась кстати видите она уже такой грязненькая но мылом я пользуюсь в основном видите я еще этим средством не пользовалась пользовалась я вот этим средством вот этим средством вот этим средством так закроем так все это выбросим вот такой держатель есть у меня еще такого розового цвета с россией привезенное производство советского такое знаете зеркало как бы там такой тоже для косметики 4 помады всякие втыкалки ну в общем то вот симпатичные такие цветочки фирма называется мусорти продавали скей и лайн держатель для кисточек для мейкапа всем до свидания в общем кому интересна коллекция моих теней заходите в плейлист мейкап у меня вообще как бы все видео в основном раскиданы по плейлистам я считаю что это во первых начинающие блогеры во первых такой совет вам например как я например мне интересен канал я захожу там видео куча видео я бы хотела посмотреть по темам плейлистов нет в общем смысл тот что плейлисты они тоже как бы но это как бы порядок порядок ординг порядок как бы все по папочкам лежит по темам поэтому я считаю что разводить кучу каналов по темам типа путешествие суда да вот я тут только про путешествие а я вот здесь я буду только про кино для этого есть плейлисты и вообще как бы тут молодой молодежь советуют типа вы если начинающий блогер делайте канал только посвященный например по темам но мне например как человеку в возрасте мне не как молодой блогер мне вообще такие каналы не интересны и для меня в прежде всего очередь интересен человек вот да мне интересны там канала например значит по истории да но если бы например человек показал чем он занимается меня бы это не отпугнуло меня наоборот это заинтересовало кто он такой что за человек вообще как бы я толерантнее отношусь к этой теме но если конечно вы хотите там миллион подписчиков тысячи подписчиков ну да наверное стоит наверное канал сделать так я типа готовлю супы и показывать буду вам только супы смысл такой всем до свидания